Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш расстались. Сергей предпочел девушке Леру Фрост. Саша Артемова удивила Женю Кузина, она впервые приготовила ему пельмени. Саша Гозиас и Костя Иванов каждый день катаются на лыжах по поляне. Всем желаю не скучать в гаджетах дома, а с любимыми тратить время с пользой, написала Гозиас. Ольга Бузова вернулась в Москву, где она в четвертый раз отмечает свой день рождения. Сегодня я в четвертом городе отмечаю свой день рождения. Мадрид, Рим, Грозный, Москва. Я счастливый человек. Также Бузова вспоминает, какой ей теплый прием оказали в Грозном. Я была приятно удивлена, когда праздник посетил глава Чеченской республики Рамзан Ахматович. Для меня огромная честь познакомиться с вами. В городских квартирах снимали очередное ток-шоу. На съемки приехала мама Вани Барзикова, а также родители Димы Лукина. После съемок Лиза Полыгалова и Ваня с его мамой отправились в ресторан. Лиза написала, что она очень добрая и хорошая, дала нам советы, к которым будем прислушиваться. Вика Романец и Антон Гусев решили завести рыбку. Нам захотелось акулу или ската, пишет Романец. Но ограничим себя петушком. Предлагайте имя. Как вы помните, Даша Пынцарь отмечала свой день рождения в Дубае с мужем и сыном. И теперь, вернувшись в Москву, она устроила небольшие праздники для своих близких подруг. Мы с нашей группой решили собраться и заодно еще раз отметить Дере. Без Дере тоже бы собрались, потому что мы, когда есть возможность, собираемся и общаемся. И мои щеки мне тоже нравятся. Не нравились бы давно выбрала. Либерж Кпадону рассказала, что на проект опять вернулись Валера Блеменкранц, Тата Абрамсон и Марина Тристановна. Мама Тата Абрамсон рассказала журналистам о своих непростых отношениях с дочерью. Они чувствуют себя совершенно чужими друг другу. И Марина Тристановна винит в этом себя. Она упустила время, когда была особенно нужна татья. Ей пришлось развестись с супругом, когда тата была маленькая, и развивать собственный бизнес, который отнимал у нее драгоценное время общения с ребенком. Но женщина надеется, что после появления ребенка ее дочь сменит гнев на милость. Катя Кауфман призналась своим подписчикам, что они расстались с Ильей Ебаровым. На вопрос о том, где же ее любимый, она ответила, что Илья в Москве. Точное местонахождение его неизвестно и в принципе неинтересно. Теперь она одинокая девушка. Возвращаться на Дом-2 не планирует. Она ушла с проекта, потому что устала, решила закончить учебу и сильно соскучилась по дочке. Будущий российский кен Егор Халявин вместе со своей мамой приняли участие в съемках передачи на канале НТВ. Он сообщил своим подписчикам, что возможно станет ведущим на одном из федеральных каналов. Липерш к подону развеселила своих подписчиков. В одном из супермаркетов она увидела, как возле кассы собирает пожертвования на закрытие Дома-2. Глеб Жемчугов нашел себе еще работу. Он теперь будет развлекать посетителей ресторана и проводить новое уникальное шоу. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.